Всем привет! Это канал Бородачи ТВ. Вот меня тут просто взяли и пригласили сегодня. В общем, не меня одного. Вот у нас сегодня в гостях, наверное, самые танцующие люди города Сосновый Бор. Представьтесь, пожалуйста. Привет, меня зовут Иван. Привет, меня зовут Анна. Так, и вы занимаетесь танцами. Мы руководители школы танцев Step2Dance. Это именная школа, школа имени Ивана Степового. Иван Степовой. Это я. Да. Привет. Расскажите, пожалуйста, где она находится. Да, да. Вкратце такую, знаете, немножко деловую информацию, чтобы было понятно. В общем, мы делаем школу, скажем так, индивидуальной направленности, школу для клиентов, чтобы клиент мог прийти к нам и получить массу удовольствия. То есть не только прийти и потанцевать, заняться фитнесом, а чтобы можно прийти, завести друзей, повеселиться, также потанцевать, научиться, может быть, чему-то новому. Мы находимся на Молодежи 42 с торца дома. Рядышком. Да, в принципе, тут недалеко. Но у нас, знаете, понятие «рядышком со сном бару» это вообще такое относительно. Если у кого есть велосипед, самокат или ролики, можно добраться абсолютно куда угодно за 5 минут. Можно вопрос? Как у вас идея сама зародилась, вообще проекты? Идея вообще давно вообще? В принципе, в моей голове все уже организовалось, наверное, лет в 15. Я уже понимал, кто я, что я и как я, и чего я хочу. То есть изначально, как стать преподавателем, я когда начал работать с письми еще, и тогда я понял, что, наверное, я хочу как-то дальше развиваться. Потом дальше спасибо большое хромченьке Ларисе Ивановне и Юрию Фаиловичу, что, скажем так, развивали нас, делали из нас людей, вывозили за границу, то есть то, что мы сейчас имеем, то, что я сейчас могу разговаривать, то, что я сейчас умею как-то себя вести, может быть, в обществе, это дало, то есть это я получил тогда, непосредственно в детстве. Спасибо, конечно, что мне еще родители, конечно, вложили, но именно от того, как мы себя ведем в обществе, оно все равно приобретается в более уже взрослом становлении себя. Это очень, конечно, важный вопрос, когда пропадает страх общественный, да, то есть ты можешь начинать заниматься творчеством. В принципе, вообще любым, абсолютно не только творчеством, там, ну, любим всем, что угодно реально. То есть на самом деле, если так уже подумать, если у тебя есть какое-то, нету страха, то ты можешь спокойно заняться чем угодно, там, открыть отель, да, то есть или там парикмахерскую, то есть вы можете делать все, что угодно, то есть если вы, если у вас не скованы руки, да, то есть, то есть также общаюсь с людьми, то есть, ну, являюсь руководителем школы, ко мне приходят люди, которые, скажем так, стесняются чуть ли там не просто сходить там куда-то, да, выйти в какой-то свет, для них это прям вот все, на меня будут смотреть люди, что я буду делать. Нет, на самом деле, самое главное просто выйти и показывать себя. Да, да, показывать себя. У меня вот человек не местный, я с вами познакомился на бегущей невесте, я, конечно, офигел. Во-первых, при входе вы танцевали, ну, это была разминка, то ли что, вот, а потом, короче, ну, я анализирую уже выступления разных людей, и, конечно, мне ваша вот эта вот, зума, да, была? Да, танцевали фитнес-пограмм. На самом деле, эта программа, она, вот, честно, прям, вложа руку на сердце, это просто прям открытие для, просто в мире фитнеса, то есть программа, в принципе, то есть вот если там, знаете, брать все там любую программу, то она, в принципе, молодая, она зародила в 2001 году, как обычно, все получилось случайно, а организователь вот этой программы Beta Paris, он забыл музыку на свою тренировку, да, то есть у него там был какой-то фитнес, вот, и дело в том, что как-то надо было выпутывать свою ситуацию, он взял кассету, которая у него была в машине, принес, поставил ее в магнитофон и как-то начал импровизировать под эту мелодию. И вот так вот, грубо говоря, людям понравилось, они просили его повторить эту тренировку еще и еще, и так вот потихонечку все разрасталось, то есть, как обычно, все получилось спонтанно и вот, и случайно. Вот это захлюстывать начало, вот сейчас вот в Питере, я смотрю, да, проводится? Это вообще программа, она на самом деле по всему миру настолько сейчас популярна и модна, то есть это все пришло с Америки, Санкт-Петербург, там у нас на данный момент сейчас где-то около, уже больше 70 лицензированных инструкторов, в нашем городе вот пока мы вдвоем с Иваном лицензированы инструкторы, то есть здесь есть еще? Втроем, есть. Можно вопрос на засыпку? Михалыч, как вы думаете, можно научить танцем? Танцем, я всегда говорил, говорю и буду говорить, что танцевать. Михалыч, ты поближе в кадр. Да, 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 да. Танцевать можно, может любой, абсолютно любой человек, то есть вот, знаете, мы еще также занимаемся постановкой свадебного танца и первое, вот прям вот практически от всех пар я слышу сразу же первое, здравствуйте, нам нужен свадебный танец, но мы деревянные, это прям стандарт практически прям вот от каждой пары, да, то есть это абсолютно нормально, это естественно, то есть человек, который, знаете, я приду там куда-нибудь, не знаю, чем я плохо занимаюсь, начну делать обувь, да, вот приду, допустим, делать обувь, да, то есть и я точно так же я его возьму и что, как тут, я не знаю, да, то есть, ну в принципе, у всех же есть две руки, две ноги. Самое главное, что нужно именно пробовать в любом начинании и вот перебарывать вот этот страх, особенно вот, ну что касается танцев, у нас почему-то мужчины, молодые люди, они как-то от этого всего вот, нет-нет, я, у меня ничего не получится, я деревянный. На самом деле сейчас вот, особенно в Санкт-Петербурге, там, Карибан Микс, это тоже то, что мы пытаемся развивать в городе, это Сальса Бачата, там это развито, ну вот, любой и чем молодой человек, и там дедушка в возрасте, и мужчина с Алиной, они совершенно не стесняются, приходят, танцуют и получают от этого большое удовольствие, никто не стесняется, что я там танцор, ну почему-то вот мужчины считают, что если танцы, то это вот как-то не мое. На самом деле, если есть желание и желание получить удовольствие, провести как-то с интересом свое время, то совершенно ничего не мешает обществу. Финансовая составляющая, вот, например, я простой заводчанин, да, хочу как-то накопить на ваши занятия, это сложно мне сделать, будет ли? Инкотеку или как-то? Ну, практически, да. Может, скажите какой-нибудь. Есть ходы. Я не видно, ты можешь поближе туда, да, вот в кадр, да? Ты облокачивайся сюда. Вот, есть, конечно, ходы, конечно. То есть, на самом деле, в наше, да, на несколько лет вперед и ходить на танцы. Нет, в наше время сейчас, в принципе, все развивается, и мы, скажем так, держим, пытаемся держать такую среднерыночную цену, да, на занятия, то есть, скажем так, чтобы посещать клуб у нас два раза в неделю, это 1600 рублей. То есть, да, в месяц. Это около 8 занятий в месяц, то есть два раза в неделю. Я считаю, что это, в принципе, не так дорого, да, то есть, если брать тот же самый Питер, то эта сумма будет там 2500-2600 минимум. В принципе, заложить почку ненормально. Ну, это надолго вообще, это вообще конкретно. Вы прям уже станете профессиональным танцовщиком, да. А вот как узнать, например, возрастной, вот, ну, у вас кто, например, мы с Михайловичем вообще подойдем или у вас пионеры, вот, по-своему? У нас есть, в общем, следующее, да, есть группы от 4 до 6, с 7 до 11, с 12 до 18, с 18 до, и там, грубо говоря, то есть, сейчас вот привез недавно программу, зумба-голд, так называемая, это названный фитнес для тех, кто... Кому не подходит классическая зума, то есть, она более облегченная, менее интенсивная нагрузка идет. Да, да, то есть, вы можете, в первую очередь, там, из какой-нибудь такой, знаете, не сильно сложной травмы, да, зумба-голд можно танцевать чуть ли не сидя на стуле, да, то есть, в данный момент, сейчас вот у меня идет проект, параллельно... Извините, привезли, мы сейчас немножко танцуем. Да, в принципе, ну, вот, вы сейчас, по факту, серьезно, так и есть, да, вот, а сейчас вот проект у меня идет в Надежда, да, то есть, как, Центр Надежды, да, то есть, на Ленинградское 19-е годы, вот, и, получается, там вот мы сейчас, ну, вы понимаете, да, там, кто постояльцы, то есть, там люди, которые преклонны уже, да, такого возраста, уже пожилые, со своими всеми болячками, со всеми, со своими, все, там, тараканами в голове, да, но, к сожалению, да, то есть, это такой, к сожалению, все... Это хороший социальный получается, да, то есть, вы людей подрите. Да, и вот я к ним прихожу, то есть, это вот, когда я ухожу после этого занятия, да, то есть, они все вот прямо вот тут расцветают, то есть, я вижу в их глазах, что я хочу жить, да, то есть, я хочу, то есть, для меня это в первую очередь важно, то есть, что не просто, знаете, пришел, потанцевал, молодец, руки пожали, все, круто, молодец, да, то есть, я тоже. Или там бывает, что какой-то, ну, какая-нибудь простая робика, фитнес, там люди, многие просто ждут конца тренировки, то есть, они устают, и там от постоянно повторяющихся движений, это надоедает, они думают, ну, когда же закончится, а именно вот зумба, в чем ее отличие, что она людей просто как подсаживает, то есть, на каждое занятие тебе хочется приходить еще, 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 ты не можешь остановиться, и ты вот, ну, это вот секрет, на самом деле, очень простой, это музыка и, опять же, простые движения. Очень, знаете, понравилось, у вас такое, ну, немножко креативное, я вот видел, вот ролик ваш, да, в школе, да, вы делали, круто, на самом деле, да, вот собрать людей по утру, там, да, у Судра же, да, где-то были? В школе, в школе, в школе, танцы были какие-то, проходили на территории школы. А, это, который проект, это то, что танцующий город. Танцующий город, да, да, это не ваше, это ваше, вот, я так удивился, там все, от малого до великого, как-то пляшет, такая, все, все по простенькому, да, и, ну. Ну, это вот мы как раз и хотим продолжать этот проект. Да, 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 да. Почему бы не проводить, то есть это на самом деле классная идея и вообще то есть вот людям опять же удовольствие приносить мысль она будет жить потому что вместо место какое-то есть уже первый раз мы делали это возле девятой школы да благо вот спасибо большое конечно что нас приютили да то есть это прям слава богу там был как навес потому что я вот мне уже все отговаривали отменить все это дело я сказал что нет я буду стоять на своем на то есть в итоге мы мероприятие провели у нас был маленький дождик был ветер но за счет того что у нас там был купол да то есть так нам крыша вот нас мы на собралось может быть человек 40 может быть 50 вот так вот я считаю что для первого мероприятия более самом деле были такие люди там пришли интересно да 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 очень очень круто и это прям вот очень очень круто что вот все мы поместились там то есть всем было весело и все зарядились в этот прав на тип плохой пасмурный день дождь идет и все все равно улыбаются да вот это значит главное оценка куча улыбок да я видел там на видео действительно люди там кто попадает они попадают ждали когда на них на видео сахарами в этот момент улыбалась узнать соответственно об этом пока можно только вот через соцсети в контакте группа есть да у нас есть группа конкретно как она называется степ ту дэн школа танцев ивана степового то есть можно нас найти там всегда актуальная информация мы всегда своих мероприятиях сообщаем озвучить может быть телефон по какому можно занять и записать телефон нас сотовый до 921 779 48 17 то есть можно звонить по этому телефону мы всегда с удовольствием подскажем просто смотрите вот вы проводите мероприятие да да а вы с кем-то это согласовываете да естественно конечно с директором девятой школы что то вы да обязательно также мы согласовываем это все ну то есть видите на сейчас в наше время к сожалению все очень очень тяжело с организации с организацией любого какого-то движения да то есть на улице то есть это должно быть охрана это должна быть там скоро это должна быть и дай бог не спрашивал мы сейчас вот так вот найти поговорим поговорим о вас потом как заменить вот это вот дело такое то поэтому с точки зрения то что мы находились на территории девятой школы то есть это огорожено да то есть и задача следующее что если кто-то конечно принес с собой там грубо говоря там флаг лдпр да или там чего-нибудь да то есть помахал это конечно от этого вообще никто не застрахованы если чего-то бояться то это вот эти выбрали это место вот опять же чтобы избежать всех вот этих проблем потому что основная идея вообще у нас изначально мы хотели чтобы это было более масштабно то есть где-то в центре города как я читала комментарии сама лучше прошел сделать бы в центре города да мы тоже за это но опять же нужно понимать что это несет за собой очень много всяких нюансов и подобных это в меж администрации мы ждем обращение поэтому мы всем на конечно если это будет развиваться этот проект и мы конечно очень хотели чтобы это было более масштабно то есть чем больше людей хотел я узнать для чего вы хотите дорасти конкретно вот ну вот вашу поможет быть и сеть школ открыть по россии 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 не такими номерами это такое дело да то есть но по крайней мере хотя бы с основным бору то есть но по крайней мере в планах ну как как обычно то есть все всегда ну если ты не имеешь плана не имеешь какой-то как взгляда в будущее то вы просто тебя как бизнесмен то значит никто вот поэтому естественно конечно я же вам считаю что там нужно будет потому будущем откроем где-нибудь там у нас есть площадка на молодежной также хотелось бы конечно там сделать на парковый и на комсомольство крым очень хорошее помещение да да это город видно вот но опять же да то есть тут всегда с любым вопросом идет финансовая сторона то есть как бы не хотелось да то есть это все сделать у нас город очень-очень близко находится к санкт-петербургу и есть там танцевальные студии которые там допустим ну не знаю там алекс фитнес да который находится буквально там чуть ли не на петербургском шоссе который там год стоит там 5000 рублей там или 7-10 тысяч рублей да то есть не проблема конечно добраться но кто люди там у нас имеют машину это но это вообще не проблема да вот и грубо говоря приехал позанимался у тебя будет и сауна и бассейн и это да то есть тут нужно просто понимать в нашем городе открывать конечно бассейном у нас городе до проблема то есть это да но нужно там но все равно то есть вот этот комплекс то есть это все очень с вами тоже очень общались насчет вот я его спрашивала почему есть же у нас люди в городе которые и с финансовой точки зрения могут почему не сделал такой проект как вот у нас есть такое помещение потому пока это какие-то сумки можно не на самом деле все очень просто деньги большие деньги любят чтобы деньги быстро возвращать из нее за семьи за десять лет за два-три года поэтому с точки зрения скажем так отбивание денег до покупаемость вот этих всех инвестиций то есть не рассматриваются вот именно комплексы хотя на долгосрочную перспективу если не загоняться за деньгами то можно было бы в эту сторону к действительно вы богатым тут на самом деле такой вопрос ведь опять же любой бизнес это понятное дело что там все хочется там все быстро вернуть деньги да то есть за каждым любым бизнесом стоит человек да то есть то это конечно если тем более такой бизнес как фитнес клуб такой бизнес как бассейн то есть там везде вот если выбор допустим там построил дорожку ты построил дорожку да замечательно построил 10 дорожек замечательно твоя задача эту дорожку загрузить но загрузил то ли сколько три часа на алангаре работы 3 часа полные вообще все полное замечательно, круто. А остальное время? Остальное время, оно или пустое, или вообще ничего. Если туда поставить какого-то определенного человека, который бы своих харизмой собирать каждый час, допустим, неполный бассейн наполовину, то есть Zumba Aqua, так называемый, или фитнес-клуб, то есть у него там какой-нибудь супер-пупер человек, который привлекает. Сейчас у нас все клубы открываются именно в индивидуальной направленности. То есть есть какой-то определенный человек, вокруг которого растет какой-то костяк преподавателей, скажем так, которые ориентированы на людей. И если этот человек, скажем так, без харизмы, тогда бизнес никогда не будет расти, сколько бы ни было у вас там денег, сколько ты не будешь туда вбухивать. То есть если у тебя инструктора фигня, то и бизнес у тебя будет такой же. Изюминки нету, конечно. А как у нас вот этот правильно называется? Напротив чего? Бассейн. Спортивный. СКК. СКК. Вопрос, это же муниципальные, правильно? Да. Бориспортизм. Это я уже точно не помню. А там вообще устраивают те, которые проводятся там же тоже? Там все очень заполнено. Насколько я знаю, у меня там ходит мама туда, и там все реально очень тяжело. То есть там чуть ли не попасть туда, там какая-то очередь, я честно до конца не знаю, но туда реально там тяжеловато попасть. Открываем бассейн, надо открывать дополнительно. Да, бассейн для города нужен. Реально. Есть потребность, да? Что именно почему у нас в городе не сделают какой-нибудь такой мини-спа-центр? Потому что многие же люди, знакомые там, может у вас тоже. Все едут в Устуину, и все приезжают, все очень довольны. Значит, вот это вот оно имеет, так скажем, потребность, имеет востребованный этот бизнес. Самое главное, опять же, да, то есть... У нас здесь были такие огромные помещения, вот вместо, как у нас там, вот, клуб в промзоне, да. То есть вообще огромное помещение, вот как раз почему бы не открыть. Ну вот вопрос... Сейчас у вас доходы пойдут, у вас сейчас... Ну, мы, да. И с 60 тысяч составляющих, да, считай, сколько лет нужно научиться заниматься танцами, чтобы действительно построить комплекс. На самом деле, в наше время сейчас, на самом деле, это не так сложно, если честно. Я же вот, ну, сейчас вот, как это, как это... Начинаешь заниматься ремонтом, и понимаешь, сколько это все стоит, реально. То есть вот я сейчас уже делаю школу, уже своими собственными руками, потому что денег не хватает. И уже примерно понимаешь, да, что это как... То есть когда потом видишь вот эти построек, которые строятся, там, возле Дикси, там, доделали, да, вот эту... Как это все строится, каркасы, просто облицовка. Ну, людям нравится, значит, замечательно, все, значит, все круто. То есть это, конечно, это какие-то нужные финансы, чтобы это все потратить, нужно много всего сил вложить, да. Но в первую очередь, мне кажется, что это сейчас уже намного проще, чем это, не знаю, 10-15 лет назад. Вот, самое главное, купить землю, да, и... Новые технологии, они уже, и сами, мне кажется, материалы уже более дешевые, не такие дорогие, поэтому сейчас это... Ну, мы, так скажем, не ставим в себе цель именно про спа-комплекс, вот именно школа танцев, это, да, наш такой... Да, нам интересно развивать именно танцы в город. Вот это вот прямо, прямо, вот это вот моя мечта. Мы просто этим и живем, и, соответственно... Можно сейчас вот под конец, да, чтобы не растягивать, вы сейчас что вы хотите пожелать вообще людям, да, и на путьстве? На путьстве, в первую очередь, смотрите, самое главное, конечно же, наше лето, к сожалению, это наше такое смутное, такое... Сомнительное лето. Сомнительное лето, да, в первую очередь улыбаться, да, то есть встали утром, это, знаете, как вот все говорят, когда вы просыпаетесь, сразу не вставайте с постели, нужно немножко полежать, отдохните, потому что после сна серьезно, серьезно, все хватит. Вот, а... Ну, по-другому не могу, я так привык уже, там, с 14 лет, сразу же, джик и пошел. То есть так по-хорошему, встал, 5-7 минут полежать, улыбнись, скажи, что я молодец, я супер, у меня все получится, и ваш день станет намного лучшим, намного более эффективным, да, и вы заработаете свой первый миллион, а где первый миллион, там будет и 5. Главное, чтобы, знаете, ну, человек, который лежит с вами рядом, да, если он есть, да, 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 если он есть, вы, знаете, вот так посмотрел, ну, что ж тебя так перекосило сюда, от моих мандер. То есть вообще надо будет подготавливать человек, что ты улыбаешься просто с этого, да? Да, да, да. Вот, а я хотел бы пожелать людям в любой ситуации все-таки видеть больше позитива, хорошего и отличного настроения. Дмитрий, а вы что хотите пожелать? А я как этот главный сексолог планеты. В общем, еще раз, давайте напомним координаты, телефоны, адреса, вот, и... В общем, мы вас всех ждем на Молодежность 42, вход с торца, телефон у нас 8-921-779-4817. Именно. Грубо ВКонтакте, Назовите, Инстаграм, может, что-то есть еще. Грубо ВКонтакте, Степ2Ден, Школа Танцев Ивана Степового, ВКонтакте тоже Степ, нижнее подчеркивание, два нижнее подчеркивание Дэнс. Все, мы вас благодарим за то, что вас посетили. Спасибо вам большое за предложение. Спасибо, хорошо. Хорошо, Юлина. Да.